Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмой псалом для библейского портала экзегет в переводе российского библейского общества. Он маленький, но он здесь не случайный. Вот мы читали предыдущие псалмы, где просьба о помощи. И в седьмом псалме непосредственно предшествующем псалмопеец начинает так размышлять, как вот это все устроено, как справедливость в этом мире действует. И он говорит, Господи, вообще, если я сам виновен, то ты меня накажи. А так человек беременеет злом, рождает его, и вот оно же его и губит. А где же здесь Бог, мы спросим, да? Ну, тогда получается, что Бог просто предоставляет злу возможность покарать того, кто это зло породил. Естественные последствия. Человек вырыл яму, сам в нее упал. В седьмом псалме этот образ как раз и приведен. Он стал русской поговоркой, но он из Библии. А вот в восьмом, надо же, как все это устроено Богом. Начальнику хора напев хагетит псалом Давида. Что за напев такой хагетит? Ну, мы уже привыкли, что в псалме часто встречаются такого рода пометки, манера исполнения, может быть, место в богослужении. Псалом Давида, я еще раз напомню, точно неизвестно, Давид ли автор, Давид ли лирический герой, или Давид, может быть, просто основатель традиции, к которой псалом принадлежит. Господь Божий наш, по всей земле славится имя Твое. Выше небес раздается Тебе хвала даже из уст младенцев, грудных детей. Против врагов Ты воздвиг оплот и злобного недруга смирил. Вижу небо, творение рук Твоих, и луну, и звезды, которые Ты создал. Что такое человек? А Ты помнишь о нем? Что любой из людей? А Ты печешься о нем? Ты сделал так, что немногим он ниже божеств. Ты величием и славой его увенчал, дал власть над творениями рук Твоих. Всех поверг, так его стопам, и овец, и козы, быков, и даже диких зверей, и птиц небесных, и рыб морских, что плывут в глубинах морей. Господи, Боже наш, по всей земле славится имя Твое. Вот псалмопевец в предыдущих псалмах нередко призывал Бога себе на помощь. И Бог был вот таким могучим мстителем, праведным судьей, кем-то еще. Но он был, в общем-то, исполнителем заказа. Простите за такую прозу. Да, вот, Господи, мне нужно, чтобы Ты мне помог. Сделай это. А вот здесь он говорит, Господи, да кто же мы такие-то? Вообще, Ты на нас смотришь? По всей земле раздается слава Тебе и даже из уст младенцев, грудных детей. То есть вот эти младенчики, которые абсолютно никто и ничто еще пока, которые ничего тебе не сделали, ничем не прославились, но и они прославляют тебя, кстати, как прославляют, плачем, получается, или наоборот, улыбкой, или тем, что мы, глядя на них, вот на своих детей, внуков, умиляемся и говорим вот какие-то слова. Слава Богу, поражаемся этому чуду жизни, которое нам дано тому, что наш род продолжается в этом мире, да, он не погибает. И тут же он говорит, Ты воздвиг оплот, злобного недруга смирил. Вот бывает так, что Ты приходишь мне на помощь. Но он даже не очень обращает на это внимание. То есть в восьмом псалме все эти личные проблемы отошли далеко на второй, на задний план. В конце концов, у нас у всех есть недруги какие-то, скандалы, конфликты, борьба какая-то в этом мире, и все так устроено. Но не это удивительно. Вижу небо, творение рук Твоих, и луну, и звезды, которые Ты создал. В каком-то чудесном, прекрасном мире я живу. Что такое человек, а Ты помнишь о нем? Что любой из людей, а Ты печешься о нем? И это может быть удивительнее, чем звезды, чем вселенная, которая сотворена. То, что, Господи, Тебе ездило до нас. В свое время Агарь, наложница Авраама, когда была от него изгнана и ждала смерти со своим сыном Исааком в пустыне, ей встретился ангел, и она назвала это место «Бог, видящий меня». Для нее было поразительно, что Бог ее видит. Кто она такая, в конце концов? Это Агарь. Даже продолжает псалмопевец. Это сделал так, что немногим он ниже божеств. Каких божеств, не очень понятно, но в псалтире встречаются иногда эти самые божества. В септуагинте, в греческом переводе, сказано «ангелы». Но это явно какие-то сверхъестественные сущности. В современном языке у нас это скорее ангелы. «Ты все поверг его стопам, словы величием его увенчал». Дальше перечислены прочие творения, которые подчинены человеку, дикие домашние животные, рыбы. Ну, еще бы человек охотится на одних, разводит других. Он господин над ними, как, собственно, книга «Бытия» предполагает, что он будет царствовать в этом мире. «По всей земле славится имя твое». Вот такое неожиданное размышление. То есть человеку свойственно начинать свои молитвы, как и в псалтире. Это выглядит с... Ну, конечно, слава тебе, Господи, вначале, да, и как все правильно сделано. Но потом, Господи, дай, помоги, 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 помоги. И когда человек уже вдруг в этих своих «помоги», да, вот как-то прям немножко запутался, он начинает задуматься, Господи, а как это вообще выходит, что ты помогаешь мне? Кто я такой, в конце концов? И, может быть, это такой переломный момент, когда вот эти проблемы, они не то что уходят сразу, да, но человек понимает всю их относительность. «Нет, ты докажи им, что я прав», говорит он Богу, а потом, одумавшись, говорит Господи. «Да кто же я такой, чтобы ты вообще на меня обратил внимание? Как это удивительно, что я оказываюсь с тобой вместе». И все почему-то меняется в девятом, в псалме мы здесь увидим совершенно другое настроение, совершенно другое состояние. Но вот именно в восьмом что-то произошло с псалмопевцем, что он стал по-другому воспринимать все происходящее с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok